Всем привет! Я приветствую вас в новом ролике. Сегодня у меня еще будет комментатор в виде маленького Демида. Сегодня я хочу рассказать о том, сколько нам стоит наша жизнь в Остине вот спустя полгода. То есть мы уже полгода в США. Сколько мы тратим, на что мы тратим, какие у нас основные, в принципе, статьи расхода и что мы с этим делаем. Я буду подглядывать иногда в компьютер. У меня там записаны полностью все траты. Значит, самая большая и главная наша трата – это квартира. Она нам обходится в 1584 доллара. Эта квартира однобедрумная, но она достаточно большая. В ней порядка 90, по-моему, или 80 квадратов. Что-то такое, по-моему, 90 квадратных метров. У нее есть спальня, гардероб, полторы ванные, то есть одна полноценная ванная. И на входе типа как гостевой туалет, стиралка, сушилка, соответственно, кухня и гостиная. Такая квартира в нормальном комплексе примерно так и стоит в Остине. Следующая наша статья расходов – это машина. Наша машина в кредит. Мы платим за нее 398 долларов, но я округлила до 400. 400 долларов в месяц мы платим за машину. И еще 200 долларов мы платим за страховку. На самом деле это очень дорого для страховки, но из-за того, что мы недавно получили права в Америке, то неважно, в общем, как ты водишь. Главное, когда тебе выдали права. Права меньше года, соответственно, пока что страховка для нас достаточно дорогая. Следующее – это мелкие какие-то кредиты или рассрочки. Например, мы покупали шины на машину, мы взяли их в рассрочку. Я в каком-то ролике рассказывала. То есть теперь мы платим помесячно за шины. Дальше. Да, я не сказала. Вот эти мелкие кредиты – это порядка 300 долларов. То есть это шины, я делала пломбу здесь и так дальше. Так, теперь переходим к еде. На еду мы тратим примерно, примерно 600 долларов в месяц. Это я беру уже там и с алкоголем, и фрукты, и овощи. То есть полностью еда – это 600 долларов в месяц. Рестораны я посчитала отдельно. На данный момент у нас это порядка 200 долларов в месяц. То есть это каждую неделю один или два раза что-то перекусить, взять мороженое, это где-то пицца, там-сям, то есть 200 долларов все равно накапывают. Следующая связь нам обходится очень дешево. На двоих у нас сейчас 30 долларов. То есть это достаточно немного, потому что обычно люди платят 30 долларов за человека. Мы умудрились сделать это 30 долларов на двоих. Дальше. Топливо. Топливо здесь очень дешевое, при том, что у нас большая машина, которая много кушает. Нам топливо обходится 50, максимум 60 долларов в месяц. То есть это вообще по отношению к заработку очень небольшие деньги. Следующая статья расходов это маленькие какие-то мелкие траты. Например, там купить какую-то, я не знаю, я даже не знаю что. Ну мышку вот я купила, например, да. У меня Демид сломал мне предыдущую мышку компьютерную, я купила новую. Или там какую-то игрушку взять Демиду. Или может какую-то футболку. То есть нам на месяц хватает примерно 100 долларов. На это больше мы не тратим. Дальше у нас все. У нас закончились затраты. На медицину мы и не тратим. У меня есть медикейт. У мужа есть страховка от работы. Мы там еще думаем оформлять нам ее или нет. Пока не знаем. Мы еще ждем маркетплейса. Вот. Но типа я очень часто сейчас хожу к врачам, естественно. И моя страховка как бы все покрывает. Медикейт это крутяк. Значит, итого у меня получилось 3614 долларов в месяц. Я бы округлила до 3700 в месяц. Вдруг я что-то забыла учесть. То есть это могут быть там какие-то мелкие покупки, типа там книжка, еще что-то, что я не посчитала. Вот. Поэтому 3700 в месяц нам примерно сейчас обходится наша жизнь. Дорого ли это для Америки? Нет. Дорого ли это сравнивать, если там с европейскими зарплатами? Конечно, это дорого. Но здесь и зарплаты эквивалентны, скажем так, ценам. Поэтому в Америке то, что считается бедным или там не очень богатым, в Европе это уже очень классно. Люди живут на такие деньги. То есть мы себя чувствуем как хороший, даже чуть выше средний класс в Европе. Вот. Поэтому мы полностью довольны. Плюс у нас в конце сентября планируется переезд. По-моему, я где-то говорила об этом, но может и нет. Но в общем, у нас планируется переезд на квартиру побольше. Мы хотим двухбетрумную. Вот. И мы уже скоро будем на нее переезжать. В принципе, все. То есть у нас немножко возрастут расходы, но в целом нормально. Хотела еще рассказать про садики школы в Америке. У нас есть вот маленький ребенок, да, и там лично я не хочу отдавать его в садик. Но в целом, наверное, тоже я уже упоминала, сколько стоят здесь садики. То садики это примерно, ну, от 900 долларов в месяц. Это прям очень сильно, если повезет. В среднем это полторы тысячи долларов в месяц садик. Школы здесь все бесплатные. В Остине конкретно можно выбирать школу не по району. То есть не там, где ты живешь, а где тебе хочется. Это очень классно. Потому что чаще всего в американских городах школа – это там, где ты живешь. Соответственно, там всегда жилье дороже. Потому что чем выше рейтинг у школы, тем там дороже жилье. Вот. Ну, если про школы будет интересно, вы можете оставить комментарий. Я расскажу вам про школы, так как я узнавала уже про школы. В принципе, все. С работой здесь проблем нет. Есть только проблемы с человеческой ленью. Поэтому, если вы хотите переезжать в Америку, или вы вот на этапе оформления U4U, или любой другой программы, смело едьте, не бойтесь. Здесь люди даже без знания английского работают. Они живут, живут нормально, лучше, чем в Европе. Поэтому здесь все супер. В принципе, все. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Я буду на них отвечать. Ну и всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok